...состояние, то есть в основном 1С состояние. Ну а скажется, конечно, в отношении константа АСТВ. То есть я бы сюда просто подставить все значения АМН, для протона, это гамма, для протона, гамма-гермагнитное отношение для электрона и ПСИ от нуля, это ПСИ от нуля, это нуля, ПСИ от нуля. Так вот давайте все рассчитаем, я выключу, что мне нужно будет, да? Итак, давайте выпишем, ну что, гермагнитное отношение, вот это надо выписать, для протона. Гермагнитное отношение для протона, вот я пишу, да, гермагнитное отношение для 50, насколько у меня есть знак, как тебе выпишут, 58, 54,86, я не буду точно с предвеста гермагнитное отношение, на магнитон-боро-ядерный, бета-Н, 5,6 магнитон-боро-ядерный, это гермагнитное отношение для протона. Значит, магнитный момент, почему равен, надо будет гермагнитное отношение на спин протона, спин протона вторая. Так, дальше, значит, что мне важно знать, ну, то, что спин протона одна вторая, дальше спин электрона вторая, дальше гермагнитное отношение спин, ну, на самом деле, можно взять двойку, хотя на самом деле гермагнитное отношение от двойки немножко отличается, но это там разница, ну, где-то в третьем еще признание. Я просто буду брать гермагнитное отношение в горько. Вот, далее, ну, я имею в виду гермагнитное отношение к гнице магнитон-боро-ид-розборо-ид-розборо, ВСИ у меня это ВСИ-1С, я рассматриваю основное состояние электрона. Давайте подставляем ВСИ-1С, где-то у меня выкина. Я даже в более общую формулу пишу для ВСИ-1С. ВСИ-1С от нуля. ВСИ-1С от нуля по модулю дателям. При любом... Я скажу, что волновые функции в квадрате мы знаем, так что вот эту формулу нужно будет. И кто-то может получить эту формулу. Итак, ВСИ-1С от нуля по модулю квадрата равняется 1 на ПИ, далее Z, N0, в кубе. Вот эта формула для квадрата нуля, то есть от плотности вероятности НС. Обнаружение НС электрода 3, единица на ПИ, Z, ну, Z, единичка, значит, для этого рода N, оно дворостное. Но обратите внимание, что размерность квадрата волновых функций на единице на объем. Это плотность вероятности, значит, единица на объем важнее, значит, значит, здесь, чтобы посчитать для атомово-нородового состояния, я N беру единичка, Z единичка, ну, и вот сюда подставляю все эти гермогнитоотношения, то есть, повторяюсь, туда гамма, подставляю вот оно, а МС это два магнитона более толпы, подставляю и беру вот это среднее, пользуюсь общей формулой. Итак, считаю А, и вот все эти, значит, число я сюда подставил и выписываю выражение для АСТВ. Итак, АСТВ равняется, материал, ну, у вас, знаете, сколько это будет, 5 СВ, 8,7, я так постараюсь, точнее, 409, 5, на 10 минус 6 электрона вольта, 5,87, 10 минус 6 электрона вольта, это очень... Ну, действительно, это ведь сейчас оправдывает термин сверхтонковых взаимодействий. Сверхтонковых взаимодействий. Ну, на самом деле, очень маленькие лички изменишь, да, то есть сверхтонковых взаимодействий, есть, существует миллионная доля электрона вольта, миллионная доля. Может, в других единицах посмотрите, в других единицах посмотрим. Ну, обычно так единиц подбирают. Так что она была либо популярной, по ином сообществу, кстати, если вы, скажем, занимаетесь резонансом ядерным, там какие единички выбираются? Вот для констанции, в конкурсе, вот здесь я вам сейчас покажу, это единицы, либо мегагерцы. Почему? А потому что в этом локальном поле вы можете наблюдать эффект заимана на ядре, да, эффект заимана и, собственно, переход, то есть резонансное поглощение термогнитного поля при переходе между реймановскими подуровнями ядра, находящегося в локальном поле, это будет ядерный магнитный резонанс, да? Ну, если это внешнее поле, значит, вот такой традиционный магнитный резонанс. Если это внутреннее поле, они говорят, а не внешнее, обычно говорят, ядерный магнитный резонанс в нулевом поле, в нулевое внешнее поле. Тоже очень важно строить зермофильм, NMR, ядерный резонанс. Итак, мегагерцы, это типичное измерение частот, как бы ядерный магнитный резонанс. Ну, дальше поле можно, локальное поле можно мерить полевых единиц, то есть Тесла, килогерстеды, да, т.е.рстеды, килогерстеды, то же самое. На самом деле, обратим внимание, что измерение локального поля, килогерстеды, скажем там, или Тесла, вот, ну, это то же самое, что измерение этой константы АСТВ, связанное между собой, видите, у них разница в чем? Только на гиромагнитном отношении разница, на гиромагнитном отношении. Поэтому, зная локальный, так, зная локальный, и умножая его на гиромагнитном отношении, вы получите в частотах, например, да, константы АСТВ. Вот это типичный квасидный ядерный магнитный резонанс, когда локальное поле меряют в полевых единиц, и это, эту величину, и называют константы северного взаимодействия полевых единиц. Вот, повторяю, умножая на гиромагнитное отношение на поле, вы получаете сразу единицы измерения уже энергические, да, но там прочитают резонансчики, ЭБЭРщики, всякие, они прочитают частотные, не электронные вольты какие-то, а частотные единицы, то есть мегагенции. Итак, давайте переведем эти единички АСТВ. Итак, АСТВ, две единицы. Мегагерц, давайте посмотрим. 1, 420, 158 МГц. 1520, 158 МГц. Вот, на самом деле, знаете, я выписал, есть много знаков, подчеркиваю, знаете, драматизм вообще, горе ситуации. Дело в том, что сейчас мы увидим, что его стоит, это константы. Итак, еще одно, ну, знаете, ну, что значит, это будет гигагерц примерно, 1,4 ГГц, довольно большая вообще величина для, скажем, ядерного магнитного резонанса. Это большая величина. Я не прямо скажу. Идем дальше. Тоже большая величина, вот, и единички измерения. А давайте теперь попробуем АСТВ изменить не единицах частоты, не на единичных единицах, а единицах для волн. Он может пересчитать, вы знаете, частоту, да, то длину волны, соответствующая частоте, элементарно подсчитать, да, то равняется цена на ню, да. Считаем. Вот, 21 на десяток, там, может быть, точнее, нет? Это не только остаток на десяток, сантиметра длины волны. Ну, какая? Длинная волна. Что? Длинная волна. Ну, скажи, длинная. Ну, нет, ну, что значит длинный волн? Длинный, это километр. Ну, это хороший. Ну, это смысл, чем сравнивать? А с сантиметров? Нет, потому что такой длинноволновый диапазон вроде бы. Ну, там, с метра. Это сантиметровый, это дециметровый диапазон. Ну, два дециметра. Дециметровый диапазон. Но, кстати, внимание, что, вот, на самом деле, излучение, излучение там диапазона, его легко очень принимать. Конструктивный, его принимать. Антенну построить, чтобы, вот, как дефиксировать это излучение. Тривиально, видите, 20 сантиметров длинного. А вы знаете, что размер антенны, он должен быть, ну, грубо говоря, отгаден длинный волны. Вот. 21 на 30 сантиметр, вот здесь здесь астрофизики, да, они должны сразу на вас стоить уши, я думаю, что они с этой длинной волны уже сталкивались. Сталкивались со сфизикой. Короче, нет, но он сказал, да. Теперь, значит, нашли эту коньсанцию, а теперь давайте посмотрим, а к чему же ты идешь? К чему ты идешь? К чему ты? И вот теперь давайте аккуратненько смотрим. Знаете, что посмотрим? Рассмотрим, где же. Гамит, да, ням. И так, Гамит, да, ням, а там водородка. Я сейчас рассмотрю. Вот, ашот. Аш ноль. И плюс ашистовы. Ашистовы. Я напомню, что в нулевом приближении, когда я не включаю все тонкие взаимодействия, у меня NG, Epsilon, T, минус Z квадрат на T квадрат. Она, видите, она не зависит. Нет спиновых переменов, нет орбитальных моментов, нет проекций, она зависит только от T. И для 1С состояния основного, это просто константа минус 1, это 1,2. Это атомный циней. Атомный циней. И вот, передавайте, я нарисую этот уровень. Вот он, уровень основного состояния НЕС. Дело в том, что состояние у электрона, смотрите, у него есть спин 1,2. Значит, два состояния спин есть. Но у ядра потом тоже два состояния. Стоя же 1,2. Видите? Значит, сколько всего состояния на самом деле, с учетом ядра, у этого атома будет еще? 4 состояния. То есть, на самом деле, этот уровень с учетом структуры ядра, спин ядра, это квартет, квартет. 4 варианта. Вот я беру электронок, спин ядра. Проекции плюс 1,2, плюс 1,2, минус 1,2, минус 1,2, да? Разные стороны еще 2 варианта. 4 состояния. Так вот, давайте посмотрим, и убедимся в том, что вот эти состояния на самом деле, соответственно, разными нервами. Ну, действительно, обрали внимание, как записывается лимитэн у нас. Понятно, что предположительное знание константы А, минимум энергии, тогда, когда у вас И и С антипараллельны друг к другу. Какая ситуация, да? Антипараллельны друг к другу. Ну, а если А, то наоборот, минимум энергии будет параллельной ориентации. То есть, ясно, что вот эти два состояния, ну, их назовем феромагнитный, да, как бы говорил магничек, или аферомагнитный, да? Они будут быть разъявлены, конечно, да? То есть, к чему-то перебить. Потому что у вас этот уровень расщепится. Так вот, давайте посмотрим, на какие состояния он расщепится, как у вас начинало расщепление. Ну, а потом свяжем это вот как раз с этой длиной волны. Итак, для того, чтобы начать расщепление, я сделаю следующую процедуру. перед полным моменту ядра, я вам обозначу полный момент. Йод. Это И плюс С. И плюс С. Значит, полный момент. Два момента по одной, полный момент. Такие значения принимает Йод. Это ноль и по единицам. То есть, вы можете сказать, что в результате, вот этих четырех состояний, вы можете поставить один синглент и еще три состояний, которые будут образовывать триплеты. Синглент и еще три состояний, которые образовывают триплеты. Далее, давайте запишем АШСТВ через полный момент АГУ. Что надо для этого сделать? Видите, здесь И на С, просто возвели квадрат, левую и правую часть. Когда у вас АСТВ, или не АСТВ, а АСТВ, или не СТВ, запишется так. Это будет АСТВ пополам. Дальше, если возвели, здесь удвоенные произведения температуры коммутируют. Ну и квадраты взять. Отсюда И на С, одна вторая, Йод в квадрате, минус И в квадрате, минус С в квадрате. Ну а, для того, чтобы найти энергию полного оператора ГАМИ, нужно собственное значение. Нам, да, собственное значение. Вот собственное значение оператора АШ 0, это вот константа. Минус И, одна вторая, а потом на фигнике. Собственное значение АШ и В. Вот сейчас мы их найдем. Что надо делать, чтобы собственное значение АШ 0, это идти? Ну просто давайте здесь заменим операторы на их собственное значение. И тогда для энергии, не АШ, не галитоняна, а энергии ЕСТВ, я запишу ее, да, причем она будет от Й зависитой. Я получу следующую формулу, АСТВ пополам, а здесь замены операторов ГАМИ на собственное значение, пусть Й на Й плюс 1, ну и так далее. Итак, вот Й на Й плюс 1, минус, ну а дальше, значит, И, И плюс 1, и минус С маленькая, РС плюс 1. Ну а так как у меня, и ИС маленькая, по одной, значит, здесь будет одна вторая на 3 четверти, еще раз 3 четверти, минус 3 вторых, минус 3 вторых. И поэтому, и поэтому, я могу продолжить, все это равняется, а из КНВ пополам, скрывается, Й на Й плюс 1, минус 3. а вот давайте смотреть, что мы получим, уже для собственного излечения энергии, при Й равном к нулю, и 1 вторую, и 1 единице. Итак, энергия, считаем, Е СТВ при Й равном к нулю. Ну, здесь 0, минус 3 вторых, еще вторая, минус 3 четверти, минус 3 четверти, СТВ. Е СТВ для Й равном к нулю. Другой, здесь будет 1 на 2, 2, минус 3 вторых, одна четверти, плюс 1, плюс 1 четверти. А СТВ. А СТВ положительно. Что мне в результате получится тогда? Вот смотрите, энергия синглета отрицательная, энергия синглета положительная, причем здесь 3 четверти, это 3 состояния, ну если чем, проекции полного момента, 0, по-селеному с этим 3 состояния. Поэтому картинка расщепления так будет выглядеть. Вот я включаю СТВ, включаю взаимодействие с ядром, и получаю расщепление моего квартира на 2 уровня, на синглета, полному спину, полному моменту атома, 0, и 7 лет будет внизу, на 3 четверти вот так вот, на 3 четверти вниз, а 3 лет на 4 четверть лет, но за топ-3 состояния, состоял, почему это говорю, центр тяжести не сместится, то есть средняя, то есть то же самое, и так это на 3 четверти ушел, да, а теперь будет четверть лет. Вот это 3 лет. Вот так аккуратненько картиночку нарисовали, картиночка сверхтонкой структуры, основного сайта водорода, сверхтонкая структура, сверхтонкая структура, СТС, так не сокращаю, сверхтонкая структура, в том числе для 1С состояния. Но надо что обратить внимание? Вот это величина, расщепление тонкой структуры, что считаю, 3 четверти плюс 1 четверти, это и ничего. Просто АСТВ, это величина, это АСТВ как раз, но она, видите какая, 1-6 электронов вольта, а здесь вот энергия, это состояние, она соответствует основным кулоновским взаимодействием, это полотонные единички, это минус 13,6 электронов вольта, энергияного состояния, а здесь видите расщепление, 10 минус 6 вольт вольт, это конечно такой свет, тонкий эффект, свет тонкой структуры, ну и наконец мы что видим? Что в принципе, если вы рассматриваете этот атом водород, помещаете его в электромагнитное поле, то при энергии электромагнитного поля, соответствующий переходу между этими двумя компонентами свет тонкой структуры, можете обнаружить эффект резонансного обращения энергии соответствующего электронов вольта. И мы видим, что как бы свет тонкая или атом водорода со свет тонкой структуры настроен на резонанс по цене как раз энергии. Это что-то означает, это означает, что можем ловить излучение от водорода, ну надо, видите, атом водорода уже свободный, если вы не знаете, где он же не свободный от водорода, мы его ищем в космосной физике, там далеко-далеко, там водородка очень, да, Ясно, что вот излучение, как в космосной физике называют водородку лишь звездный? Космосмейзики, ясно, что там один от другого от чего-то находится. То есть, фактически, мы имеем дело в стерилизации именно свободного в отсутствии атома водорода, и значит, вот эта вот длина волны, которую мы террически читали, да, это ответственность в действительности, и вот этот межзвездный водород излучает на этой ситуации. А что он еще излучает? А чем он будет излучать? Ну, а дело в том, что в результате нашего процесса у вас атомы водорода будут и в основном стоянии, и в возбужденном стоянии, что они будут, гадя вниз, будут излучать. И вот это излучение мы можем ловить. А значит, следить за распределением вот этого водорода во вселенной. Так вот, радиорископы они настроены в основном как раз вот на длину волны. Вот для страницы вот длина волны, конечно, супербанк. Ну и надо повторять еще раз обнимание везде. Во-первых, у мегагерца гигагерцовый диапазон. Это довольно гигагерцовый диапазон. На самом деле, если говорить такой мейерных как бы терминов, очень большие частоты обычные мейерные существенно ниже. Как правило, на порядок к радиусу же сотни мегагерцов. Обычно десятки мегагерцов. Вот и ситуация. Все со сверхотой структур атомного водорода и идем дальше в общем так же что у нас тут нарисовали. Можно, конечно, говорить о локальном поле на ядре. Вот представьте себе, что мы в этом надо как разматривать спину каким-то образом взяли и ориентировали. То есть ориентировали внешнее поле. Ориентировали. Можно мы посчитать тогда локальное поле на ядре. Ну, конечно, можем. Как это делается? Для этого достаточно чтобы эту консанту найти. Вот она. И что нужно сделать? Поделить гермагнитный отношений. Вот и все. Поделить на гермагнитный отношений. Конечно, очень большие поля получат. Обратите, что тут будут поля порядка, что там, скорее даже не сотен, где ста, Знаешь, зачем нужна беда? Это гигантские поля. Я знаю, что кисы. Ну, в реальных многоэкторонах атома. Дело в том, что вот я думаю, что магнитный ревизонанс, то есть, фактический мягкий, который позволяет исследовать эти локальные поля явления, это семья додика, которая создает губу фактических в нашей жизни. Это, собственно, все, кто занимается гонезонными исследованиями и ЕВР сегодня. Я бы даже так сказал, что химики, например, биологи сегодня во многом являются большими специалистами скажем, в том же из-за геодов, чем физики. Почему? Это, скажем, только с тем, что у них набор веков богаче посекундочного того, что им делом называются втажным или другим навод. Им приходит тогда немножко развлекаться в смысле каких-то специфических методов выхода зародить с обычных обычных общих физиков нету. Хотя вперед двигает прогресс, резонансы ядерам чаще больше физики. То есть это новые методы, новые точности, новые всякие возможности, это хитрые методы, даже на улице там всякие есть массы и так далее и так далее. Это все старинный физик. А вот Шиверс постраняюсь уже с кремитетом. Идем дальше. ядерный попольный резонанс. То есть фактически посмотрим с вами электрический свертон для заспекта. Ну и я уже говорил, что электрический сводится к ядерным квадруппольным взаимодействиям. Яркое везо вращение. Ну а если говорить о соответствующем резонансе, это ядерный квадруппольный резонанс. Яркое веерное. Заключение. Яркое веерное. Яркое веерное. По доступшим это может он открыл и пил. Яркое ну или английский N-U-R. Насос обезьян веерное. Веерное. Скоро на подкринаж веерное. 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 Ясно, что любой системы входит на самом деле, неким составным элементом, в мультипольное разложение. Что такое мультипольное разложение? Если вы рассматриваете взаимодействие с системой зарядов, то есть, с одной стороны, ядро заряда, кстати, образовано в масштабе порядка 10-4 см. То есть, это практически 10-12 см. Это тоже не имеет в виду характерный размер ядра. А с другой стороны, это внешнее поклошение к ядру системы. Это, например, электронная оболочка своего же родного атома, родного ядра. Это окружающие заряды, это, опять же, электронные сентября атомов, ну и ядра тоже со себя. Они же заряжены, да? То есть, эти все электроны и я окружающие выделенные ядро задают некое поле. Мы можем рассматривать взаимодействие ядра с этим полем, как мультипольное взаимодействие мультипольного момента ядра и мультипольного момента распределения зарядов. Ну, в случае ядра будет логеризована, мультипольные мультипольные моменты ядра это... ...посределение зарядов на внешнем поле. А вот эффект внешнего поля, разделение зарядов на внешнем поле, описывается, конечно, электрическими полями и их градиентами, ну или фактически... Это будут производные скалярные потенциалы. Это могут быть производные скалярные потенциалы. Вот, одно маленькое пояснение. Когда я говорю о дипольном, во время мультипольного заряди, какой-то системы, скажем, заряд ведра, заряд ведра на что реагируют? То есть, какая компонента поля, с какой компонентой внешнего поля он взаимодействует? Скалярный потенциал. Заряд, это тензор волевого ранга, он взаимодействует со скалярным потенциалом. Вот я вам, мультипольное разложение напоминаю. Дальше, дипольный момент системы. Двух ядра подогрева нету. Вот, дипольный момент системы. С чем взаимодействует? На что реагирует? На градиент потенциала. Ну, естественно, нахудшуюсь и говорить про ядро. Да это нет. Градиент потенциала. Первое производство скалярного потенциала. Вот электричество потенциала, так сказать. То есть, вектор будет как раз. Градиент, скалярный вектор. Вот другий момент. Градиент, на что реагирует? Вперёд дальше. Это тензор второго ранга. Он реагирует тоже на компоненту. Её называют градиент электрического поля. Это первая производная от электрического поля. Или вторая производная от потенциала электрического. Ну и так далее. Скажем, вы выводите мультиполимент третьего ранга. Вот вам нужно что делать? Третий производный брак от электрического потенциала. Ну, на ядре, да? Вот такой мультиполимент третьего. Порядка будет реагировать на эту компонент. Причём интересный вопрос, что взять на себе некое поле внешнее, да? В котором вот из всех этих компонентов есть столько, например, градиентно-электрического поля, а все они нулюровные. Ну, такая, что идеализированная ситуация. А еще идеализированная. Ну, тогда на это поле будет откликаться только как в другом моменте. Если у вашей системы нет полиумента, ну, вообще никаких электрических взаимодействий не будет, да? Просто интересная ситуация. Электрическое поле есть, и путепольные моменты как бы и есть. Все остальные, кроме грузопольного. Вот. А взаимодействие вообще нет. Вот на эти моменты обратите внимание. Вот. То есть, вот видите, как страна, есть некие вещи, а есть некие свойства системы. Они уже не согласованы. Ну, так, поехали. Итак, начали. Я что сделаю? Я выпишу фактически. Из взаимодействия технического, или распределения зарядной эндре, я выпишу только взаимодействие квадрупольного момента ядра с внешним полем. Поехали. Итак, начали. Вспоминаем просто. Сейчас так. Итак, я беру квадрупольную. Энергия взаимодействия на ее взаимодействие. Наверное, далеко сразу же. Так. Вот я запишу энергию взаимодействия на ее дуглевейку. Классический анализ идет. Энергия взаимодействия распределения зарядов с внешним полем. Это значит, что у меня будет. Интеграл РООТР. РООТР это распределение зарядов. Волчание на ядре имеется ввиду. РООТ на ядре. Так. Дальше ВОТР и ДР. ВОТР это потенциал метрического поля на ядре. Дальше что мы делаем? ВОТР я раскладываю вот в этот ряд, чтобы все подготовить заранее к мультипольному разложению. Что я делаю? Я раскладываю, выхожу на это, разложение по мультипольям. Я раскладываю как раз по тем самым слагаемым, которые связаны с производным нулемом. Это можно взять тоже мультипольным разложением. Итак, я раскладываю ВОТР, социалноэлектрического поля, на следующее слагаемое. ВОТ нуля, это у меня популярный потенциал на ядре, в мугле координат вообще просто. Дальше, плюс, слагаемое в статистическом поле. Как его можно будет записать? Технологический георгий разложил в ряд тылова, в ряд тылова. Я просто беру ноль, начало координат вмещаю в середине ядра, скажем, а Р у меня это некое смещение. Так, некое смещение. Итак, дальше первая способность. ДВ по ДХ и Т в нуле. Я разложение в ряд тылова. Это у меня слагаемое по тензорному смыслу, соответствует нулевому раму, первому раму на ИКС ИТ. Плюс, у меня слагаемое даст мне в результате взаимодействие с дипольным моментом системы. Ничего, потому что когда я все-таки отставлю сюда, ИКС ИТ, робот вверх, интеграл по всему объему ядра, это мультипольный момент вверх. Поехали дальше. Плюс одна вторая. ИКС ИТ. 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 Вот это можно назвать мультипольное разложение для потенциала. Для потенциала. Давайте только вот договорить с чего. Значит, первая слагаемая. Первая слагаемая нам фактически даст те самые сильные взаимодействия, которые с вами по квадре водорода определяют основную структуру, анамбитическую структуру атома. И конечно, при анализе сверхтонких взаимодействий нам она не интересна. Но не сверхтонкий является, а сверхсильный в масштабе сверхтонких взаимодействий. Это слагаемое. Ну понятно, что это слагаемое сработало тогда, когда у вас у ядра будет дипольный момент. Потому что только дипольный момент реагирует на кредит потенциала. А кредит потенциала что такое? Дипольное поле минус. Но две ядра электрического поля нет. Дипольного момента нет. Поэтому слагаемое тоже не сработает. Поскольку, давайте прямо запишем. Ролл Тер. Ну давайте здесь к вектору перейду. Р, Д, Р. Ведра это ноль. Дипольный момент ядра ноль. А вот следующие слагаемые. Видите? Д, 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 В, Д, Д, С, Д, С, Д, С, Д, С, Д. Между прочим, вот эту вот комбинацию. В, вот так вот прямо. Обвожу я ее так. Д, И, Д, С, Д, С, Д. В теории ядерного рамса обозначают В и Ё. В и Ё. Странно, да? В и Ё. Ну, ясно, что для сокращения это как раз и будет градиент электрического поля. Потому что электрический поля, вот она, видите, ДВ-пульс-ИТ, это электрический поля. А здесь второй поля, который, электрического поля. Так, это как раз тензор-гэп. Тензор-гэп, градиент электрического поля. Тензор-гэп. Вот эта величина, конечно, для ядерных по другому месту принципиально, к сожалению. Дальше смотрим сюда. Икси на иксиод. Икси на иксиод. Ну, во-первых, это тензор второго рамга. Тензор второго рамга. Но, но. Давайте, мы с вами уже это проделывали. Из тензора второго рамга можно вытащить шпуру. Сделать этот тензор бесшпуровым. И, кстати, в попольный момент, это бесшпуровый тензор. Так вот, что мы делаем? Икси на иксиод. Я записываю следующим образом. Магняется икси на иксиод. Минус одна треть. Эр квадрат. Дельта и йод. Плюс одна треть. Эр квадрат. Дельта и йод. И вот этот вот тензор. Вот первая часть. Это тоже тензор второго рамга. Он без шпуровым стал, да? Он стал без шпуровым. Вот это я обозначу икси на иксиод стильдой. Икси на иксиод стильдой. Икси на иксиод стильдой. Это у меня будет фактически тензор рамы, но без шпуровых. Что я за счет вот этой комбинации как раз решу? И ясно, что когда я буду в один квадратный момент, то именно эта комбинация у меня войдет во пределение в футерпольный момент. Ну, в футерпольный момент можно по-разному определять. То есть можно здесь вот на 3 домножить, да? 3 икси на иксиод минус тогда 1 на 3. Попадает 5, 2, 1, 2, иксиод. Можно так оставлять. На самом деле вот определения, которые в моментах разные бывают. Я в прошлом уже приводил пример. Мы декартовой системе записывали, мы записывали его через террическую гармонику. Поэтому в футерпольный момент можно вот так определить. Вот из вариантов. Итак. И так, квадрокожий момент. У иксиод. Как определить? Интеграл. Ро-тр. Ну, сразу стою вот, что сейчас, я не делал, вы приходите. Вот эта основная. Это бы как-то записалось быстренько, да? Ро-тр. Ну, знаете, моя стройка все-таки делаем. 3 иксиод минус n квадрат. Это более популярная такая комбинация. На дэй-то й, дэй-то й, вот и закрывается дэй-р. Вот эту венчину, ну, допустим, выражение для футерпольного момента. Тензор футерпольного момента. Обратите внимание, что он дышит, удивляется. Но, есть одно маленькое только но. Обратите внимание. И, кстати, вот я не знаю, в электростатике вы на этом были внимания или нет. Вот если я предлагаю, вернее, вот это слагаемое, вдольный слагаемое, с учетом введения нового ответа, да? Перепишу, что мне будет? У меня появится взаимодействие, которое мы сегодня назовем, я думаю, подрухольным взаимодействием, оно связано с куй-йоном, но здесь, ты видишь, еще добавка появляется, квадратный куй-йон, контактная добавка между противоездом, контактная добавка. Вот ситуация похожа немножко на монеты с куй-йоном, с которыми вы уже говорили. Есть как бы дипольные такие, дистантные вклады, да? Контактные вклады. Здесь одна же ситуация, здесь у вас появится, значит, дупольный вклад, он связан с тензором куй-йоном без шпур. Еще одно слагаемое появится, вот оно, связанное с амурженитетом, это контактные слагаемые, контактные слагаемые. Ну, правда, вопрос будет, в чем заключается? Здесь, видите, у вас есть еще тензор В-йон, о котором мы пока не говорим, мы же подцепить комбинация. Если у вас шпур тензора В, то есть шпур потенциал второй производитель, да? Шпур тензора 0, ну, только что-то слагаемое просто не сработает, не сработает. Ну, а с другой стороны, оно сработает только с амурой частью вот этого тензора. На самом деле, шпур часть этого тензора отлично от нуля. И на самом деле, вот это слагаемое, о котором я сейчас говорю, как не слагаемое, оно на самом деле имеет смысл, и с ним связаны такие эффекты, которые, в общем-то, известны, в частности, может быть, наиболее популярны в мисс-пауэре-эффекте. Это эффекты, называют, там, хили-эффекты, эстопическое, вигер. Это довольно-таки важные эффекты. Ну, как будет, потом, как меньше. Все до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok